Всем привет! Мотовесне дорогу! Поехали! Это вторая часть выставки Мотовесна, совмещенной с фестивалем кустом тюнинг-шоу. Шоу мастеров кастомайзинга это уже добрая традиция. В этом году работ собрали изрядно, как от грандов этой своеобразной отрасли, так и от новичков. В Мотомире вообще любое мероприятие превращается в тусовку. Поэтому значительную часть экспозиции составляли вещи околомотоциклетные, сувениры, экипировка, разные венички и детали. Нашлось место, конечно, и участникам Байкальской мили. Покорять милю приехали пилоты на самые разнообразные гоночные техники, в том числе и на болидах собственной разработки. В этом году был установлен новый абсолютный рекорд скорости Байкальской мили за все 4 года проведения фестиваля. Лев Горяев из команды Подонки Инжиниринг разогнался до 283,766 км в час на транспортном средстве, оснащенном авиационным турбореактивным двигателем от самолета Як-40. Были заявлены и электрические транспортные средства. Команда Мосполитеха вывела на лед электромотоцикл МиГ-32, уникальную разработку, спроектированную с нуля студентами института. Чем позже девушка приходит на свидание, тем она улыбчивее. Там было на что посмотреть. На Байкальской миле впечатлило достижение скорости 250 км в час на фургончике 1955 года Chevrolet Sedan Delivery команды Big Boys Big Toys. Взгляните на этого красавца. Delivery довольно редкий фургончик, который прожил интересную жизнь. У него был один владелец, который купил ее в 1955 году, когда ему было 16 лет. Big Boys добавили этой машине мощности до 700 лошадиных сил, поставили компрессорный алюминиевый мотор, современную конструктивную, очень хорошую подвеску, усилили раму, установили легкий каркас. У него сверху на кузове даже родная краска, так как не было гнили. Но вот всю нижнюю часть отделили и сделали заново. Эх, лучший отдых, смена позы. Классические трайки типа Харли Дэвидсон Триглайт кажутся странными настоящим матерым мотоциклистам, особенно молодым и бодрым парням. А знаете, кому нравятся трайки? Девчонкам всех возрастов. Устойчивость трехколесной компоновки делает трайки отличным выбором для тех, кому не хватает уверенности для езды на большом мотоцикле, особенно если поездка предстоит вдвоем. Но не нужно считать трайки разновидностью инвалидной коляски с рулем мотоциклетного типа. Владельцы этих аппаратов – простые дальнобойные мотопутешественники, любители брать с собой много багажа, не переживающие о скользкой дороге и дурацких высказываниях в духе «Два колеса возят душу, а ты лучше купил машину». Они девки, хоть куда, а мы парни, хоть кого. В 1957 году появился первый Харли Дэвидсон Спортстер в качестве легкого универсального мотоцикла с городским уклоном. Современные экологические стандарты, впрочем, все плотнее приближают современный Спортстер к черте вымирания из-за двигателя Evolution. Но новинка Спортстер С на двигателе Revolution Max 1250T призвана продлить жизнь легендарной серии. Верхний клапанный двигатель V-Twin объемом 55, со степенью сжатия 7,5, 4 распредвала. Ирбитский мотозавод – старейший российский мотопроизводитель, выпускающий мотоциклы с оппозитным двигателем с 1942 года. Сегодня ИМЗ прекрасно себя чувствует благодаря грамотно занятой нише. Урал сохранил ретро-стиль советского тяжелого мотоцикла и добавил к нему современные компоненты и надлежащий контроль качества. Кроме того, на сегодняшний день он остался единственным крупносерийным мотоциклом с коляской. Поэтому Уралы пользуются большим спросом во всем мире. В 2019 году модели были серьезно переработаны, получили мотор нового поколения, более совершенную систему впрыска, взаимозаменяемые колеса. Если девушка знает себе цену, значит она не раз ее называла. Боббер – это мотоцикл, в эстетическом плане опирающийся на прошлое или хотя бы имеющий в дизайне иллюзии к давно ушедшим старым, добрым, каноничным и прочим ламповым временам. Что касается двигателя, Боббер от Индиан берет первое место без разговоров. 1133-кубовый двигатель Скут Боббер собрал в себе лучший из двух миров – спортивность Триумфа и основательность Харлея. А на сдачу значительно больше лошадей. Его бодрость, не характерная для круизеров, придает Индиану несколько хулиганский характер. Правда, для настоящего хулиганства ему не достает верткости и триумфа, но благодаря относительно низкому центру тяжести, Индиан лучше себя чувствует в пробках. И не забываем, что только женские руки могут так нежно уложить асфальт. Мото-арт – это яркий и запоминающийся жанр с особым взглядом на мотоцикл. Мотоцикл становится произведением искусства, воплощенным на холсте, в металле, в графике, в дереве, на фотографии. Мотоцикл – источник вдохновения художников, образ жизни, путешествий, объединяющий начал для любителей романтики, дорог и приключений. Если вы хотите узнать недостатки девушки, похвалите ее перед подругами. Интересных, необычных и даже диких мотоциклов на выставке было много. Особо привлек кастомный проект «Браунинг» от мастерской «Свонг Кастом» на базе моделей «Харли Дэвидсен Спорста». По словам авторов, образ создан в стиле 60-х, а философия основана на эксклюзивных образцах охотничьего оружия. Среди белорусов до сих пор котируются мотоциклы «Минск», хотя назвать их сейчас целиком отечественными сложно. Из предприятия полного цикла ОАО «Мотовело» окончательно превратилась в сборочность в своих преимущественно китайских комплектов. Несмотря на это, в модельной линейке бренда есть на что засмотреться. К примеру, на стильных «Скрэмблер» «Минск СКР-250» или спортивный «Минск Р-250». Сегодня на очереди «Минск ГУЗ-400» – единственный белорусский мотоцикл с двигателем больше 250 кубических сантиметров. Стоит отметить, что «Минск ГУЗ-400» – разработка отнюдь не «Мотовело». Тур «Эндуро» «Минск ГУЗ-400» оснащен карбюраторным 397-кубовым мотором на 29 сил с воздушным масляным охлаждением. Это одноцилиндровый двигатель 185 «ЮМЭКУ» с так называемым сухим типом картера, потому что масляного радиатора здесь нет. Масло охлаждается в передней части рамы, сверху которой находится маслозаливная горловина и щуп. Коробка передач у мотоцикла 5-ступенчатая с многодисковым сцеплением в масляной ванне. Есть у мотоцикла «Минск ГУЗ-400» и свои болячки. И в первую очередь это сальниковая цепь «Шоха 520SX», поставленная в гусь на заводе. Ребята говорят, мол, хорошая цепь откатывает сезон, а то и 10 тысяч километров. Но рекомендую купить дорогую цепь за 100 долларов и будете уверены, что не растянется. Китайская приборка, по словам, бессовестно врет. Неточность от 7 до 12 километров в час. Выше скорость, больше и погрешность. К слову, обманывает водителя не только спидометр, но и датчик уровня топлива. Если проехать с полным баком 100 километров, на приборной панели пропадет лишь одно деление. От 100 до 200 километров уже 4 деления. А с 200 до 300 километров оставшиеся 2-3 деления пропадают медленно и не спеша. С завода установлен карбюратор шиберного типа. Если вы в таком карбюраторе открыли ручку газа, столько и попадет цилиндр. Не эквивалентна необходимости двигателя, а именно сколько получилось. Карбюратор вакуумного типа обеспечивает большую плавность езды и экономичность. Гораздо более точную реакцию на ручку газа. Лучшую работу на низах и точную дозу смеси в цилиндре. Расход тоже на пол-литра уменьшается. Вакуумный карбюратор можно купить в Китае за 27 долларов. Заводской масляный фильтр в Минск ГУС-400 многоразовый с металлической сеткой. Чтобы его не чистить постоянно, рекомендуется приобрести одноразовые фильтры, для мотоциклов Хонда, который тоже подходит. Сразу после начала эксплуатации, рекомендуется также обслужить амортизационную вилку, заменив в ней масло. Некоторые владельцы ГУСЯ говорят, что и в подшипниках иногда было сухо, и даже была ржавчина на внутренней поверхности. Сразу из магазина. При активной эксплуатации у многих лапка КПП пробивала поддоны, поэтому почти все поголовно стали ставить дуги. Официальных дуг и конструкций у Мотовела нет. Минск ГУС-400 лучше не ронять, потому как руль у него пластилиновый. Деформируется даже при легких ударах. Как отмечают владельцы ГУСЯ, крейсерская скорость двухколесного аппарата на трассе, комфортная для седока, это 110 км в час. Уже при 120-125 км в час мотоцикл становится неустойчивым и особенно остро реагирует на потоки встречного воздуха. Когда ты отправляешься в длительную поездку, к примеру километров на 200, то пятая точка от родного сидения начинает сильно затекать, будто становится квадратной. Стоковые шины на ГУСЕ, будто сделаны из пластика, слишком грубые. Из-за этого движения по бездорожью – серьезное препятствие. А на мокром асфальте оно и вовсе становится опасным. Главный минус ГУСЯ – отсутствие на заводе и официальных магазинах в мотовело, запчастей и комплектующих. В итоге выручают только китайские магазины. Это бесит и приводит в бессилие. Несмотря на все свои недостатки, мотоцикл Минс ГУС-400 стал самым популярным новым мотоциклом на российском рынке весной этого года. Аналогичные мотоциклы немецких брендов стоят в 5 раз дороже. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова